В столице Норвегии, Осло, в течение 10 дней проходили соревнования на первенство мира и Европы по хоккею с шайбой. Спортивные газеты многих стран в эти дни были заполнены отчетами об этом крупном событии. Большое внимание пресса уделяла выступлениям советских хоккеистов, мастерство которых было высоко оценено журналистами. Некоторых игроков сборной команды Советского Союза мы застали на занятиях за разбором одной из игров. Здесь тренер команды Анатолий Тарасов, капитан команды Сологубов, нападающий Хлыстов, Копылов, Елизаров, Гурышев. Мы попросили Анатолия Тарасова рассказать об играх в Осло. В чемпионате мира в Осло приняли участие команды восьми стран. Это был 24-й чемпионат мира, 36-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой. Что можно сказать о чемпионате? Все игры были очень интересными, захватывающими, а подчас и драматичными. В первых играх мы встретились с командами Норвегии и Финляндии. Игры с норвежцами и с финнами прошли в хорошей спортивной борьбе. Мы ставили себе задачу не только выиграть у противника, но решить отдельные тактические задачи. Наши хоккеисты справились в этих встречах и добились победы. Но главные трудности были впереди. Предстояло за шесть дней сыграть пять решающих встреч. Нам нужно было встретиться с командами Чехословакии, с хоккеистами Польши, с американцами, со шведами и, наконец, со славной командой Канады, где 103 года тому назад родилась игра смелых, отважных, мужественных спортсменов. Как проходила борьба в чемпионате в этих встречах, вы сейчас увидите. Серьезным соперником наших хоккеистов оказалась сборная команда Чехословакии. Один из претендентов на золотые медали чемпионов мира и Европы. Сейчас справа ворота нашей команды, слева ворота Чехословакии. Атакуют советские хоккеисты. Опасное положение создается у ворот Чехословакии. Трудно сдержать натиск нашей команды. Чешские хоккеисты пытаются вывести шайбу из своей зоны. Но это им не удается. Бросок. Гол. Новая атака советской команды. На этот раз она отражена. И вот атакуют Чехи. Передача понтучику. И тот сравнивает счет, спасая свою команду от поражения за полминуты до конца встречи. Чехи довольны, сделав ничью с такой сильной командой. А советские хоккеисты потеряли в этой игре очень нужное очко. И теперь, чтобы стать чемпионами, мы должны только выиграть. Сильный снег шел в то утро, когда встретились сборные команды СССР и Польши. Обязательно победить! С этим вышли на лёд наши хоккеисты. С первых же минут игры польская команда буквально прижата к своим воротам. Гол! Ведут советские спортсмены. И снова инициатива у команды СССР. Комбинации наших хоккеистов и броски по воротам следует непрерывно. Польские защитники и вратарь не могут сдержать натиск. Короткая схватка и шайба опять в сетке ворот польской команды. Встречу с крупным счётом выигрывают хоккеисты СССР. Вечером следующего дня наша команда играла со спортсменами Соединённых Штатов Америки. Они в белой форме. Сейчас американские хоккеисты атакуют наши ворота. Неудачно. Шайбой обладели наши спортсмены. Теперь уже вратарю Рогазио приходится спасать свои ворота. Он очень часто вынужден вступать в игру. Атака советских хоккеистов отбита. Теперь наступают американские спортсмены. Шайбой снова обладели наши спортсмены. Они быстро продвигаются к воротам соперников. Точный бросок. Гол. Сборная команда СССР доминирует на поле. Американские защитники и вратарь действуют с предельным напряжением. Но они не в силах сдержать штурм советских хоккеистов. Советская команда добивается победы с хорошим счётом. 4-1. Свою предпоследнюю игру команда СССР провела со сборной Швеции. Чемпионом мира прошлого года. С первых же минут на ледяном поле завязывается упорная борьба. Советские спортсмены энергично атакуют ворота соперников. Шведы особенно цепко играют в защите. Часто применяют силовые приёмы. Но вывести шайбу из своей зоны им не удаётся. На поле бесспорное преимущество советских хоккеистов. Шведская защита с трудом сдерживает натиск. Протарь команды Швеции всё время в игре. Бросок нашего нападающего. Гол. Ведёт советская команда. Шведы контратакуют. Но наши защитники создают прочный заслон. Шайба снова у наших спортсменов. Точная передача и шайба в сетки ворот. Со счётом 4-3 побеждают советские хоккеисты. И вот наступил день встречи команд СССР и Канады. Канадцы пришли к этой игре, победив всех своих соперников. Наша команда набрала на 1 очко меньше, сыграв ничью с командой Чехословакии. Игра идёт в быстром темпе. Обе команды демонстрируют высокое спортивное мастерство и большую волю к победе. Стремительная атака советских хоккеистов. Их шайба влетает в сетки ворот Канады. Наши спортсмены продолжают атаковать. С полным напряжением играет канадский вратарь Эдвардс. Внезапная атака. И теперь уже Пучкову приходится спасать свои ворота. Игроки Уидви Данлопс бурно нападают. Они стремятся во что бы то ни стало сквитать счёт. Опасное положение. У ворот сборной СССР и счёт становится равным. В третьем периоде наша команда забрасывает ещё одну шайбу в ворота Канады. Однако в конце игры канадские хоккеисты ещё более усиливают натиск. Их атати не ослабевают. Снова гол. Команда Уидви Данлопс выигрывает эту решающую встречу чемпионата со счётом 4-2. А вместе с ней кубок и золотые медали чемпионов мира. Советские спортсмены получают серебряные медали за второе место. А также награждаются золотыми медалями и кубком чемпионов Европы. В Праге состоялись финальные игры на первенство мира и первенство Европы по хоккею с шайбой. Спортивный комментатор Николай Озеров, который был на этом чемпионате, расскажет о наиболее интересных играх. Горячие дни чемпионата мира остались позади. Это были дни напряжённых и трудных спортивных боёв. 12 стран прислали свои команды для того, чтобы оспаривать почётные титулы чемпионов Европы и чемпионов мира. После предварительных игр в финальную шестёрку вышли команды Канады, Советского Союза, Соединённых Штатов Америки, Чехословакии, Швеции и Финляндии. Несмотря на то, что команда Советского Союза всего лишь пять раз принимает участие в таких ответственных соревнованиях, как чемпионат мира, но уже успела зарекомендовать себя с самой хорошей стороны, дважды завоевав золотые медали чемпионов мира. Поэтому вполне понятен интерес к встрече с командой Канады, ведь команда Канады 16 раз завоёвала звание чемпиона мира. На лёд выходят советские спортсмены. Впереди Сологубов, Кучков, Грошев, Трегубов, Деконской, Уколов. От Канады выступает команда Вельвиль-Макфарла. Канадские хоккеисты играют в светлой форме. Их ворота слева от нас. Сейчас атакуют советские спортсмены. Отразив атаку, канадцы устремляются к нашим воротам. Вы видите, как настойчиво они атакуют. Встреча команд СССР и Канады была одной из самых острых и напряжённых. Это был, пожалуй, самый кульминационный матч в состязаниях на первенстве мира. Очень трудно приходится вратарю Кучкову. И вот шайба в воротах нашей команды. Канадцы продолжают штурмовать наши ворота и вновь забивают шайбу. Ответная атака. Бросок Якушева. Гол. Наши отквитали один гол. Но время матча уже наисходное. Важную для себя победу одержали каратские хоккеисты, выиграв у одного из главных соперников. А на следующий день у советской команды был опять очень серьёзный соперник. Команда Чехословакии. Она играет в светлой форме. Уже на первых минутах матча счёт стал 2-0 в пользу команды СССР. Ну вот шайба неожиданно попадает к нападающему сборной команды Чехословакии. Пучков парирует бросок, но чехословакские хоккеисты не прекращают атаковать. Пучков виртуозно защищает ворота своей команды. Кстати, забегая вперёд, напомню, что Николай Пучков был признан жюри лучшим вратарём чемпионата. Но даже и лучшему вратарю трудно сдержать такой надежды. Шайба в воротах нашей команды. И вот теперь советские спортсмены, овладев шайбой, переходят в атаку. Наши нападающие создают опаснейшее положение у ворот команды Чехословакии. Лишь на некоторое время хозяевам поля удаётся перевести игру на половину поля советской команды. Но шайба вновь возвращается к воротам чехословакских спортсменов. Игроки сборной команды СССР полны решимости выиграть эту важную для себя встречу. Шайба в воротах команды Чехословакии. Встреча советских и чехословакских хоккеистов, как и всегда, отличалась захватывающей борьбой до самых последних секунд матча. С большим трудом советским спортсменам удалось одержать победу с минимальным перевесом в одну шайбу. Теперь в турнире без поражений шли только одни канадцы. Правда, у них впереди были опасные соперники хоккеисты Соединённых Штатов Америки и Чехословакии. 35 лет уже встречаются на чемпионатах мира хоккеисты Канады и Соединённых Штатов Америки. И только один раз американцы стали чемпионами. Восемь раз они оттеснялись с канадцами на второе место. Сейчас вновь идёт борьба между старыми соперниками. Канадцы играют в светлой форме. Атакуют американцы. Их атака отражена. Шайба у канадского спортсмена. Точный бросок и канадцы открывают счёт. Ещё одна атака и вновь шайба в воротах сборной команды Соединённых Штатов Америки. Победа канадских хоккеистов ничего не изменила в турнирном положении лидирующих команд. Мало кто сомневался и в исходе борьбы команд Финляндии и Советского Союза. Но ведь и победа не даётся сама собой. Её нужно добиться. Советские спортсмены, они играют с белой полосой на плечах, с первых же минут начали штурмовать ворота команды Финляндии. Шайба в воротах. Атаки нашей команды следуют одна за другой. Но вот шайбой овладевают финны и быстро проходят к воротам советской команды. Вратарь Ёркин и защитники отражают натиск. Теперь уже игра идёт вновь у ворот к финской команды. Наши нападающие увеличивают счёт. Встреча советских и финских хоккеистов закончилась со счётом 6-1 в пользу советской команды. Трудный матч предстояло провести спортсменам Чехословакии. Их противник многократные чемпионы мира канадцы. Атакуют хозяева поля. Они в более тёмной форме. Безудержный натиск чехословакских хоккеистов пробил защиту канадцев. Вот он гол. Трудно сказать, кто рад больше, игроки или зрители на трибуне. Но сломить сопротивление канадцев не так-то просто. Теперь они атакуют и очень остро. Но что это? Шайба у хозяев поля. И ещё один гол в воротах команды Канады. Сборная Чехословакии ведёт 2-0. Этого мало кто ожидал. Канадские хоккеисты в молниеносной атаке отквитывают одну шайбу. Это сделал Коношер, номер 17. Канадцы решили не упустить победу. Они нападают. У чехословакских спортсменов есть возможность выйти на призовое место в чемпионате. Нужно только победить канадцев с перевесом в две шайбы. Атака продолжается. Гол. Канадцы играют без вратаря. Вместо него лишние нападающие. Это рискованно. И хозяева поля используют момент, забрасывая ещё одну необходимую шайбу. Вот когда самоотверженность побеждает опыт и мастерство. Победила команда Чехословакии. Итак, чемпионат мира и Европы завершён. Кто же стал победителем? По одному поражению имеют только две команды. Советского Союза и Канады. Согласно правил чемпионата, золотую медаль получает команда, у которой лучшая разница забитых и пропущенных шайб. Канадцы забросили в ворота своих соперников 21 шайбу. Пропустили лишь 7. Советские хоккеисты забросили на одну шайбу меньше, но пропустили в свои ворота на 3 шайбы больше. Поэтому канадцам была вручена золотая медаль чемпионов мира. Советские хоккеисты завоевали золотые медали чемпионов Европы и заняли второе место в чемпионате мира. Бронзовые медали первенства мира вручены спортсменам Чехословакии. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...